Россиян, которые откажутся воевать, могут посадить на пять лет. Командующий ВДВ проговорился о тысячах раненых десантников. Водителей в России накажут за превышение средней скорости. Это новости на канале Ходорковский лайв. Все самое важное, что нужно знать к этому часу. С вами Елена Малаховская. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом Владимир Путин сказал на встрече с руководителями российских предприятий, обрабатывающей промышленности. В ответ на выступление главы АвтоВАЗа Максима Соколова, президент сказал, что к нему обращались министерства, ведомства и управления делами с просьбой продолжить закупки автомобилей иностранного производства. Дальше будет цитата главного патриота. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. «Где-то быть поскромнее, чем раньше. Ничего страшного. Наоборот, даже хорошо». Конец цитаты. АвтоВАЗ уже откликнулся на требования Путина, говорит, мощностей заводов у нас хватит. Всем чиновникам по ЛАДе X-Ray отштампуем. Впрочем, это новость из разряда «разбудите меня через сто лет» и спросите, что происходит в России. Я отвечу, чиновников пересаживают на отечественные машины. И вот еще буквально пару слов по автомобильной тематике. Минтранс РФ предлагает дополнить правила дорожного движения обязанностью не превышать среднюю скорость. При этом термин «средняя скорость», а также запрет на ее превышение в ПДД, не установлены. Видимо, этим займутся в ближайшее время. Сегодня комиссия Кабинета министров правительства РФ одобрила предложение генерала-депутата Картополова ввести уголовное наказание для тех, кто попал под мобилизацию, но отказывается идти на фронт. Наказание до пяти лет заключения. Напомним, что пока два года колонии светит только уклонистам от призыва. Срочникам, то есть. Российские власти продолжают расширять слежку за передвижениями граждан на фоне планов увеличить численность армии и введение системы электронных повесток. С августа под госконтроль попали продажи билетов РЖД, на поездах которой россияне ежегодно совершают более миллиарда поездок. Как сообщает РИА Новости, отныне все купленные по паспорту железнодорожные билеты отображаются на портале госуслуги. Обновление системы, где подтвержденные аккаунты имеют более 100 миллионов россиян, позволяет автоматически фиксировать билеты РЖД вне зависимости от желания пользователя. Билеты появляются в разделе QR-коды документов. Купили вы их в кассе или онлайн – неважно. Следом, с 1 сентября 2023 года государство получит круглосуточный доступ к базам данных агрегаторов такси. Они будут обязаны предоставлять сведения о поездках клиентов в Федеральной службе безопасности, например, и другим правоохранительным органам. Чтобы получить информацию, силовикам даже не потребуется обращаться в суд. Телеканал «Звезда» удалил видеоролик с поздравлением с Днем ВДВ от командующего войсками Михаила Теплинского. В нем он проболтался, озвучил количество раненых десантников. По словам военного, с начала войны в Украине 5000 раненых десантников вернулись на фронт после лечения. И еще 3500 из тех, кто был ранен, вовсе отказались покинуть передовую. Так, если верить Теплинскому, ранения получили как минимум 8500 служащих ВДВ. Предпринимателя Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам колонии общего режима за одиночный пикет с плакатом «Прости, Украина». Суд признал его виновным в повторной дискредитации армии. Плакат суд постановил сжечь. Обвинение требовало приговорить Скурихина к 2,5 годам колонии. На предпринимателя было заведено два уголовных дела по статье о дискредитации армии. Первое дело завели еще в сентябре прошлого года. Оно было связано с антивоенными лозунгами и названиями украинских городов, которыми Скурихин расписал фасад своего магазина в селе Русско-Высоцкая Ленинградская область. Второе дело против Дмитрия Скурихина завели в этом году, после того, как в годовщину российского вторжения Скурихин встал на колени с плакатом «Прости, Украина» фотографии из пикета широко разошлись в социальных сетях. Суд в Москве впервые оштрафовал Apple за неудаление контента о войне в Украине. Суд назначил штраф в 400 тысяч рублей. Компания Apple – это сейчас примерно 3890 евро, которая не удалила по требованию Роскомнадзора подкасты и другой контента о войне в Украине. Заседание проходило в закрытом режиме и размер штрафа оказался в два раза меньше минимума предусмотренного законодательством. Ранее Роскомнадзор потребовал удалить подкасты и приложения, которые, по утверждению ведомства, распространяли недостоверную информацию о войне в Украине. В Роскомнадзоре считают, что эта информация была направлена на дестабилизацию политической обстановки в России. Для Apple это первый штраф по статье, хотя по ней в России регулярно штрафуют крупные международные компании, в основном соцсети и сервисы. Возле АЗС у села Очкасово под Москвой произошел взрыв, после чего начался пожар. Телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых виден поднимающийся столб дыма. По информации базы, взрыв произошел на кислородно-аккумуляторном складе. В свою очередь, Мэш пишет, что взрыва перед пожаром не было. По данным телеграм-канала, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Площадь пожара в подмосковном Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров. Кровли цеха по производству кислородных аккумуляторов на комбинате «Красный строитель» обрушилась. К тушению привлечено 86 человек, 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд, сообщает региональное управление МЧС. Ведомство утверждает, что пострадавших нет. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены. Вода неэффективна при тушении горящего лития, он может вступать с ней в химическую реакцию. Пожару присвоен второй ранг опасности, проводится эвакуация. А вот что стало причиной случившегося, пока неизвестно. Республика Мордовия стала первым регионом России, в котором запретили пропаганду абортов и ввели штрафы за нее. Госсовет Республики принял закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности, сообщается на сайте парламента региона. Он запрещает пропаганду абортов, под которой подразумевается распространение информации о перспективах жизни ребенка из-за экономических и социальных условий семьи. Также запрещается склонение конкретной женщины к аборту. Под этим понимается понуждение путем уговоров, предложений, подкупа и обмана. Нарушением будут считаться соответствующие действия со стороны, например, близких родственников беременной, ее мужа, партнера и лиц, от которых она находится в финансовой или иной зависимости. Это такая цитата. Однако рекомендация врача сделать аборт по медицинским показаниям не будет считаться склонением. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации и будет предполагать административную ответственность за его нарушение. Штрафы для граждан составят от 5 до 10 тысяч рублей, а для организаций от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Или последует приостановка деятельности этой организации на срок до 90 суток. В Москве на 82-м году жизни умерла советская российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. По данным известий, она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Мирошниченко попала в отделение интенсивной терапии 30 июля. По данным СМИ, ей диагностировали грипп со осложнениями. Сообщалось, что она пережила остановку сердца и находилась в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она окончила школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТ имени Горького. С 1965 года служила в этом театре. С 2004 года в МХАТ имени Чехова. В театре она сыграла более 40 ролей. В 1964 году актриса дебютировала в кино в фильме режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Мирошниченко снялась в общей сложности в 64 картинах, в том числе в фильмах Андрей Рублев, «Зимняя вишня», «Старый Новый год». Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище, рассказал ректор школы-студии МХАТ Золотовицкий. Церемония прощания состоится в понедельник в МХАТ имени Чехова. И к этому часу у меня все новости, которые я собиралась вам рассказать. Не забывайте поставить лайк видео, так вы помогаете нам распространять наши ролики. И обязательно подпишитесь на Ходорковский лайв, если почему-то до сих пор этого не сделали. Скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!